Музыка Кроме того, на этой неделе у нас с вами праздник Шаваот А слово Шава это семь, да, это отсчет седмиц Или же другие говорят Троица, Пятидесятница И как бы вы это ни называли, оно остается важным и сути не меняет Это праздники Господни Это не наши праздники с вами, да, но мы приглашены на этот праздник Божьего присутствия В этот праздник, в который все мужчины приходили на поклонение Богу в Иерусалим Один из важнейших в списке праздников Господних Очень важный Вы сказали, что? Что за это важное? Я скажу так честно, многие даже христиане, либо и евреи Те, которые живут в Израиле Не понимают, что это за праздник Для чего он нужен вообще, как бы тогда Для большинства евреев в Израиле Это поехать на пикник, как у нас на Первое мая Для многих христиан здесь Мы даже не понимаем, где Пятидесятница Вот это хорошо Но в сущности, в этот праздник очень много событий происходило И произошло, и происходит Чтобы вы понимали, почему происходит Потому что я хочу вам показать несколько вещей Даяние Торы, как говорят наши мудрецы Произошло в день Пятидесятницы То есть, или же Дети заповедей, которые Господь дал Моисею В этот день мы празднуем, что Господь дал свое слово То есть, сделал из бывших рабов народ Дал им закон, познавление, да? И это стало уже народом Это как бы, как у каждой страны есть Конституция Вот некий такой прообраз Это также излияние Духа Святого в день Пятидесятницы Который пережила община И многие говорят, что это время, когда родилась община Божья То есть, или христианская община, да? Чтобы они держались в заповеди Божьих и Ишуа Мессии Но, знаете, этот праздник также является праздником интересным Потому что, если на Песах Мы в день пасхального заклания Ишуа умер Ну, да, мы это знаем И он воскрес Тоже один из интересных праздников первых плодов Это, кажется, был ячмень в это время Созревал, да? Или там первые плоды То здесь, на этот праздник Приносили первый сноп и пшеницы Вы сказали, а разве у нас Роша Шана Или же, когда трубят трубы, да? Йом Труа, это же не тот же праздник Когда объявляют о жатве Конечно, я с вами согласен Но здесь мы, как уже понимаем Что в некоторые моменты можно собрать два урожая Неких таких важных два урожая И я хочу, чтобы вы понимали Что само пшеница Или же поля, которые засеяны Да, или готовы были к жатве Всегда был прообраз народов Ишуа говорит Посмотрите, как побелели нивы Вот посмотрите Это время жатвы Хотя и мы говорим о том, что это Прообраз последнего времени Но здесь и конкретно интересно Что здесь приносили еще этот Вот перед Богом один из даров Да, вот пшеничный Что интересно, с чем оно связано Знаете, я буду говорить так Из Писания мы знаем, что пшеничное поле Или сноп всегда символизируют людей и жатвы Так что шаваот Это праздник даяния закона буквы То есть закона И закона духа Потому что только свободный человек Может свободно петь Это духовное состояние Для того, чтобы благовествовать Спасение людям Почему я говорю об этом? Потому что Во время Дня Пятидесятницы Когда они все вместе были Да, собрались Произошел звук, да, шум Как будто сильного ветра И там, где они находились Наполнился Духом Святым Они были крещены И Духом Святым И огонь был как бы Был над ними Да, вот будем говорить так Как огонь Дух Святой почил на них В этот день Когда-то произошло Сколько людей покаялось Что пришли к Господу Сколько? Три тысячи То есть другими словами Как бы ты ни говорил к людям Но только Дух Святой Способен внезапно Изменить человека И привести его к Богу Понимаете, да? Внезапно Это происходит Вот если вы думаете За своих близких и родных Сколько вы не говорили им Что нужно в Господе Им нужно покаяние Давай мы помолимся Давайте еще Но будет какой-то момент Что Дух Святой Изменит это Наполнит И мгновенно изменит Поэтому Шаваот Является удивительным Одним из праздников Не только праздником Даяния Торы Как бы Или Слова Божьего Изменит Духа Святого Это праздник Когда люди Принимают Всевышнего В этот день Это когда Мгновенно происходит Дух Святой Меняет человека Релинам 10 глава С 11 по 17 стих И в описании говорит Всякий верующий В него Не постыдится Многие люди Сегодня стыдятся Что они верят в Бога Ты что верующий Ну так Захаживающий Поэтому то Что Сергей Михайлович Говорил Мы бы желали Чтобы каждый человек Приходящий в общину Нес какое-то служение Сто процентов Мы даже не сговаривали С ним Это видно У него в сердце горит У каждого служителя горит Чтобы мы Собирались здесь Давайте я вам скажу Даже больше Когда вам делать нечего Погуляйте по городу Заходите Посидите Здесь у нас кафе Просто посидите А когда вы сидите Начинаете молиться А молитва Многое может Правда Даже не знаю Что у нас еще изменит В твоей жизни В жизни общины Дальше читаю Здесь нет различия Между иудеем Или единым Потому что Один Господь У всех Богатый Для всех Призывающий его Ибо всякий Кто призовет имя Господь не спасется Но как призывать Того Кого не уверовали Как веровать Того О ком не слыхали Как слышать Без проповедующего И как проповедовать Если не будут посланы Как написано Прекрасные ноги Благовествующий мир Благовествующее благое Но не все Послушались Благовествования Ибо Исаия говорит Господи Кто поверит Услышанному от нас И мы к этому вернемся Это Исаия 53 Кто услышит Да Итак Вера от слышания А слышание От Слова Божьего Поэтому Груль Шаваот Это совокупность Слова Божьего Его Духа И для того Чтобы проповедовать Евангелие Всем людям В силе Этого Духа И Слова Многие люди В современном мире При определенных Окружающих Их обстоятельствах Знаете Принимают позицию Самоцентричных Эгоистов У нас Когда происходят Какие-то сложности Трудности Переживания Каким-то Я не знаю Образом От хороших Добрых людей Помогающим Людям Другим Вдруг Внезапно Мы становимся Самолюбивыми Эгоистами Центр Я Самосохранение Является Самым сильным Мотиватором Для каждого человека Ты хочешь Сохранить Ты сделаешь Все Чтобы Себя спасти Такой закон Как говорится Джунгли Такой закон Этого мира Мы всегда Пытаемся Выжить При любых Обстоятельствах И это не случайно Это внутри нас Мы очень Хотим Изменить Сущность Вещей Которые Подчинены Только Богу Мы хотим Это сделать Мы очень Хотим Можно ли Изменить Будущее А мы Хотим Мы хотим Будущее Изменять Можно ли Изменить Прошлое Но мы Когда Если бы Вот если бы Все вернуть Обратно Можно ли Изменить Настоящее Что происходит Сейчас Невозможно Потому что Все это Знаете Придлежит Богу И при всем Этом Мы хотим Занять Это место Изменить Будущее Настоящее Или же Простое Нестабильность Мировой экономики Конфликты Болезни Приводят Многих Людей К разочарованию Потому что Они не могут Повлиять Ни на будущее Ни на стоящее Состояние Что происходит Не в прошлое Это приводит Их к зачарованиям Настолько сильно Что им Не хочется Вообще Жить Большинство Людей В этом мире Не имеют Простого Понимания Знаете О надежде У них Нету Надежды О будущем Сегодня Вот с молодежью Разговариваешь Они говорят Я вообще Не знаю Что меня может Ожидать Я вообще Ничего не думаю Мне оно все равно И поэтому Они не думают О других И выживают Сами По себе Сами Собственными Силами Самовыживание Приводит Беззаконию За что Приходит Гнев Божий На страну На землю На людей Числа 23 глава 19 стих Бог не человек Чтобы ему лгать И не сын Человеческий Чтобы ему изменяться Он ли скажет И не сделает Будет говорить И не исполнит Знаете А люди Меняют свое мнение Быстренько Почему Потому что Самоцентричны Мое И то что хочу Сейчас К сожалению Систему И правила Этого мира Которые мы С вами Мы таки Знаете Оно влияет на нас Мы как верующие люди Мы не можем Позволить себе Правила Самосохранения Мы можем Правила Самопожертвования Жертвовать Как верующие Как Мессия Пострадал за нас Так и мы Давайте будем Носить Бремена Друг друга Но Самосохранение Это не наше Призвание Наше призвание Спасать других И все же Давайте я вернусь К тому Чем я хотел Говорить Во время Вот таких Особенных Собраний Которые проходят У нас Знаете Вот Особенно Где-то Переживание Святого Духа Исцеление То что Происходило Вот Черноморские Когда у нас Ретрит Знаете Все-таки На фоне Праздника Шавода Это очень важно Говорить Когда мы Вот Черноморские То что Происходило Тогда И молитвы И Раскаяние Или вот Люди Которые Плачущие Мне почему-то Так кажется Что На таких Служениях Нет ничего Невозможного Когда Когда я Нахожусь На таких Собраниях Мне кажется Вот сейчас Все Любую Вещь Будешь Просить У Бога Настолько Много Присутствия Божьего Что Ты можешь Получить Его Но знаете Это же Кажется Еще хочется Больше Кто Вот Был на таких Собраниях Потом Слушай Ну еще Чуть Ну еще Больше Хотя Там Проходили Чудеса Изменения Жизни Иногда Мне до слез Хочется Всей полноты Божьей Поэтому Часто Плачу И говорю Больше Господь Больше Для каждого Человека Больше Мне хочется Божьей полноты Для каждого Человека Который Удручен Какими-то Ситуациями Обстоятельствами Либо болезнями Как для Олеси Зеринской Которая Отошла В вечность В возрасте 53 года 53 Как это Для некоторых Молодых Людей Ничего себе А для нас Уже Ох Еще нет Ой да Рано Рано В чем Секрет Божественного Исцеления Кто-то Спрашивал Себя В чем Сущность Божественного Исцеления Как Мы можем И получить То Необходимое Знаете Я читал 102 Псалом И вот Я интересный Потому что Он вдохновляет И меня И вот Позитивным Своим мышлением Подачей Которые мы Имеем Для От Бога Для себя Благослови Душа Моя Мы не говорим Благослови Душа Твоя Бога Благослови Душа Моя Господа И вся Внутренность Моя Святое Имя Его Благослови Душа Моя Господа И не забывай Все Благослови Я не его Он прощает Все беззакония Твои Исцеляет Все недуги Твои Избавляет От могилы Жизнь Твою Венчает Тебя Милостью Щедротами Насыщает Благами Желание Твое Обновляется Подобно Орлу Юность Твоя И вот Как раз Люди В возрасте Чаще Всего Имя Последнюю Строчку Цитируют Вместо того Чтобы проговорить Весь Псалом Вот И начинает Ну Юность Моя Обновляется Как Зачем Тебе Эта Юность Сейчас В твои 80 лет Хочешь ли ты вернуться Обратно В юность Твою Не Мы По своей Натуре Нам Не хочется Умирать Но Суть Здесь В другом Благослови Душа Моя Господа И вся Внутри Моя Святое Имя Его Позитивно Позитивно Я очень часто Слышал Этот Псалом Вот Зачитывающий Проповедниками Учителями Слышал Его На разных Семинарах Проповедующих В разных Даже Языках Слышал Когда люди Проповедуют На разных В странах И вот Я размышлял Разве Возможно Забыть Все Благодеяния Бога Или Сколько Бывает Ты Не забывай Все то Что Бог Сделал Для тебя А разве Можно Забыть То Что Бог Сделал Для тебя Скажите А я скажу Что Многие люди Забывают Знаете Почему Потому что Чаще всего Когда Муж Женой Какие-то Решают Вопросы Какие-то Тогда Нежна Никогда Не вспомнит Чаще всего Не вспоминает Каким ты был Хорошим Или Муж Не вспоминает Какая она была Хорошая Чаще всего А ты Вот это Наделал А ты Сделал Вот тут А тут А тут Ты сказал И это мышление Наше Которое Отображает Нашу Духовность Относительно Божьих Обетований То Что Бог Говорит То Что Бог Обещал И Он Испой Поэтому Здесь Давид Говорит Не будьте Как мы Между собой Люди Которые Могут Только вспоминать О плохом Или то Что не сделано А он говорит Наоборот Не будьте Такими Душа моя Вспоминай Все благодеяния Его То есть Напоминай Себе Напоминай Что сделал Бог Для тебя Давайте Посмотрим Что Бог Сделал Прощает Наши Грехи Беззаконие Написано Прощает Наши Беззаконие Вы хоть Благодарны За то Что То что Вы натворили Вчера Он вам Простил Но то Что сделал Ваш сосед Но поощрение Не подлежит Вот то Что Он Я то Понимаю Но Он Как его Вообще Бог может простить Носить На этой земле Поймите Вот что Я говорю У нас Есть за что Благодарить Прощает Наши Грехи Это Благо Или нет Для нас Я иногда Думаю Боже Спасибо Тебе Спасибо Спасибо Исцеляет Все Недуги Мои Это Благо Или нет Зуб Болел Тут Не Болит Да Подвернул Лодыжку Скоро Уже Не Болит Ну Видел Уже Танцевал Уже Не Болит Надо Благодарить Хорошо Слава Богу Избавляет От Могилы Вот Здесь Еще Яма Пропасть Гроб Или Ад Вы Рады Что Бог Избавил Вас От Ада Ну Есть Что Благодарить Кто Говорит Боже Спасибо Что Ты Меня Спас Я был Грешник А ты Меня Спас Ну Три Человека Хорошо Венчает То Награждает Милосердием И Щедротами Ты Пришел А тебе Жена Дала Чай Или Кофе Ты Спасибо Господь Она Тебе Говорит Нет А я тебе Дала Не Господь На самом деле Бог Который Любит Тебя В лице Твоей Жены После Работы Тебе Дал Чай Кофе Или Что Ты Еще Там Любишь А мы А мы Когда Очень очень легко к этому относимся. Он благословляет, насыщает благами желание твое. Исполняет ли Бог ваши желания? Простые какие-то. Они даже, может быть, это не Мерседесы или там Пентхаусы и все остальное, но то, что необходимо, аж удивляясь от того, что Бог делает. Даже Света удивлялась, что сегодня вы смогли сюда приехать. Это тоже насыщает благами желание твое. Чем больше ты будешь просить, тем больше ты будешь желать, то Бог, Он выйдет на встречу. Однажды я прочитал этот псалом на английском языке, и слово благодеяние звучало как all his benefits. Трудно перевести на русский язык это слово benefits, но знаете, что оно обозначает? Оно обозначает выгода, пособие. Многие люди получают пособие от государства. Да, ну, получаем. Особенно многодетные семьи понимают, что такое пособие получить. Как они рады тому, что они получили, потому что не хватает всего, что есть. Правильно? Пособие, пенсия, прибыль или бенефис. То есть, какой-то подарок, да? И если почитать, благослови душа моя Господа и не забывай всей выгоды и пособий, которые Он тебе дает. Интересно, правда? Если так просто подумать, все, что Он тебе дает. Заметили ли вы, что прощение идет в том же стихе, где идет исцеление? Кто-то заметил, нет? Мы иногда смотрим, но очень интересно, что Он прощает все беззакония твои и исцеляет недуги твои. Все недуги. Для меня, знаете, вот очень это было интересно, потому что вот эта идея, что оно, все мои недуги, они прощены тогда, когда и прощаются все мои грехи. Для многих из нас принять Божье прощение легче. Потому что у нас никто, ну как бы за это, ну не бьет как-то так, нам не больно то, что нам прощаются. Либо каждый раз вы прощались наши грехи, и мы чувствовали бы это, как-то больно. Мы, наверное, постоянно бы так ходили бы. Да, вот от того. Но мы когда верой, вот каким-то образом мы понимаем, что мы исповедали свои грехи перед Ним, да, и мы говорим, я знаю, что я прощен, я освобожу, я знаю, что я любим Богом. Даже несмотря, что если я упал, Он меня любит, праведник всем распадет. И что? Да, Его Бог прощает, потому что надежда у Него в Боге. Другими словами, нам легче почему-то получить Божье прощение, чем верить, что вот так легко мы получим исцеление. Я не зря соединил два стиха. И все же Бог хочет исцелить сегодня все недуги мои и ваши. Я лично хочу, я лично хочу. Меня часто спрашивают, а почему исцеление так трудно получить? Попробую объяснить, почему его легче получить, чем мы это представляем. Его легче получить. Не почему его труднее получить. У нас мышление нужно поменять немножко. Когда мы говорим о исцелении, нам сразу это трудно. Ну, нам трудно, а Богу это не трудно. Почему трудно? Знаете, когда я думаю, если Бог исцеляет все недруги мои, тогда почему я полностью не исцелен? Все равно какая-то вещь есть, где-то там то бедро, то где-то там еще нога, что-то там еще скрипит, то что-то там еще не могу уже как бы так взять, то не дослышиваю, недовижу, не то, что ненавижу, а кто-то вот еще это может понять. И все-таки, если Бог все исцеляет, почему тогда умер мой папа? И самое страшное, когда я задаю вопрос, если Бог такой всемогущий, любящий, исцеляющий, почему умерла моя дочь или мой сын? Это сложно. Как я уже говорил, прощение и исцеление находятся в одном стихе, и это не совпадение, но последовательность, которая просматривается через все Писание. Через все Писание мы можем найти, хотя мы читаем Исаию 53, где говорится конкретно об исцелении, что Он понес на себе наши болезни, но прочитаем следующее. Исаия 33, 4. И они, один из, и ни один из жителей не скажет, я болен. Народу, живущего там, будут прощены согрешения. Связь между прощением грехов и исцелением, они очень близки. Исаия 53, 5. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. То есть за грехи, беззаконие это грех. Наказание мира нашего было на нем и ранами мы его исцелились. Некая связь. Эти слова исцеления непосредственно связаны с прощением преступлений. Также и Кифа или Петр цитирует это место в Писании. 1 Петра 2 глава 24 стих. Он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы избавивших от грехов жили для правды. Для правды ранами его мы исцелились. я хочу услышать дорогие друзья, есть какая-то особенная часть в жизни верующих человека это не болезнь или трудность и так далее, когда мы кричим прости и исцелим есть связь божественная связь прощения грехов и исцеления. Есть многие между нами которые хотят знать каким образом, какая формула. Есть люди, которые очень щепетильны в Священописании. Если у нас есть такие мудрые люди и могут сказать Рэбе, когда вот здесь он говорит об исцелении используя слово именно созу. Это больше исцеление души. Да, 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 но дух, душа и тело вот именно связаны с этим словом созу. Я хочу, чтобы это слово созу исцеляло меня, меня и духовно, душевно и в моей плоти. Вот жить так, что ты знаешь, что это слово от Бога делает твое исцеление внутри меня. Исайя 53, 4, но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Картина ясна тем, что Ишуа умер за нас, но его страдания для нас иногда кажется мало ценной, то есть мы не думаем за его страдания так, как мы думаем за себя, как мы страдаем постоянно. Он понес, он не понес, он понес, а часто люди говорят много и не по делу, он понес на кресте твои и мои болезни, вот тот крест, который он нес, он нес эти болезни, ты веришь в это или нет? если мы верим, тогда Новый Завет повторяет Исайя, который исполнился в дни Ишуа Мессии, Матфея 8 глава 16-17 стих, когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он и знал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через порока Исайя, который говорил, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни при жизни, при его жизни он уже это делал, он уже нес наказание всего мира, и когда он ушел на Голгофу, он нес эти поругания, нес эти болезни совместно, и грехи, и болезни, и если он понес эти болезни, мы зададим вопрос, почему мы болеем? Задаете вопрос такой, я вам объясню немножко, попробую, сила греха, или силу греха, нечесть или наличие греха, возмездие за грех, все это Ишуа понес на себе, хотя что греха нету, он возмездие за грех, он тоже понес на себе, еще говорит, что он есть альфа и омега, начало и конец, и в откровении он говорит, что он был, есть и вновь грядет, и если это так, то это значит, что мы были спасены, мы спасены, по Божьему изволению, по благодати, мы живем с вами здесь на земле, по благодати Божьей, и мы спасаемся благодатью, мы спасаемся, и это не наш дар, если мы уверовали в жертву Иешуа, тогда мы можем сказать, что мы были спасены от наказания за грех, так, мы были спасены, и мы с вами будем избавлены от присутствия греха, потому что туда, в Божий мир, грех не может зайти, мы избавлены будем, но сила греха также побеждена Иешуа Мессия на кресте, и мы можем сказать, что мы избавлены от влияние греха, и мы можем преодолеть искушение, противостаньте дьяволу, и что он? Убежит, и мы искушаемся собственной похотью, если мы будем противостоять, мы не сделаем, но при этом многие падают, многие согрешают, как много из нас верующих, кто-то 10 лет, кто-то 20 лет уже верующие, как много из вас, когда вы покаялись, вы поняли, что грех вам прощен, понимаете, о чем я говорю, а до сегодняшнего дня вы что, не грешили? Кто-то один сказал, Ира, я тебя понимаю, я могу тоже сказать, это тоже падал, это тоже какие-то, ну, просто, что происходит, если все уже побежден грех, он взял на себя все, что происходит, когда мы вот от дня покаяния, вот здесь все нормально, все прощено, сейчас мы можем сказать, ну, вот там, 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 понес наши грехи на себе, этот факт наказания существует, и все же, как верующие, вы можете сказать, много раз одержали победу над грехом, грехи, я могу сказать, были искушения, ты преодолел их, победил, как много раз это было, мы сталкиваемся с вами с грехом, искушением, для того, чтобы знать, что он уже внутри нас победил грех, и мы можем противостоять греху, но мы падаем по причине присутствия греха в этом мире, Ишуа понес на себе наши болезни, и это факт, он взял, он понес, как и грехи наши болезни, по причине присутствия болезни в этом мире, мы верующие попадаем под влияние этих болезней, хотя Ишуа уже понес эти болезни на себе, каким образом мы с вами живем в этом мире, в мире зла, попадаем под влияние этого зла, это, знаете, как вопрос каждого, почему мы так много болеем, потому что мы находимся в этом мире, Ишуа сказал, если бы я молюсь за них, я не прошу, чтобы ты отделил их от этого мира, но чтобы ты их сохранил, Бог возложил на Ишуа грех и болезни, и поэтому он не называет верующих, или не наказывает верующих болезнями, чтобы мы понимали, Бог не наказывает нас болезнями, потому что он взял, но мы сами вводим себя в это состояние, потому что не верим, что он понес эти все болезни, но эти наказания возложил Бог на Сына Своего через крест Голгофы, и потому что мы живем в этом мире, где сила греха, где сила зла и болезни, мы соприкасаемся с искушениями, также мы понимаем, что когда мы проходим все эти трудности, у нас есть надежда в вере. Исход 15 глава 26 стих и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, делать угодно перед очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной болезни, которую навел я на Египет, ибо я Господь Бог твой, целитель твой, говорит, я целитель твой. Интересно, я не наведу, и при этом Бог говорит, я целитель твой, но если ты не наводишь, то не говоришь, мой целитель, если я буду следовать, правильно, но находясь в этом мире, мы соприкасаемся с болезнями, и он говорит, даже когда ты будешь, я не наведу эти болезни, как наказание, не наведу, ты ходишь передо мной, ты знаешь, что я есть, если ты соприкасаешься болезнями, то исцеление, ко мне, как принять это исцеление, помните, что прощение и исцеление в одном стихе, как мы получаем свое прощение грехов, скажите мне, пожалуйста, как мы с вами получаем прощение грехов, которые мы, как верующие люди, уже натворили после покаяния, исповедуем, говорим, проявляем что-то по благодати и через веру, по благодати, только незаслуженным даром, но мы должны понимать, что это благодать, Ефесянам 2 глава 8 по 9 стих, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился, многие люди считают, что это самое что они попадают на небеса по вере, но я хочу, чтобы вы послушали, пожалуйста, слушайте мне правильно, мы не спасаемся через веру, мы спасаемся через благодать, по благодати через веру, есть разница, я могу верить и не попасть, но я могу верить, то есть по благодати, которую Бог явил в Ешуа Мессии, я спасаюсь в веру на Него, если мы думаем, что наша вера помогает нам добраться до неба, мы несчастнее всех людей, вера в Ешуа помогает утвердиться в том, что Он сделал на кресте, и это Божий план твоего спасения, если мы верим в это, тогда это для нас благодать, то есть Ешуа становится той благодатью, не отдел, чтобы мы хвалюлись, Ешуа, вера в Него дает нам возможность попасть в небо, хорошо, это понятно, вы скажете, как спастись, но как исцелиться, так же, по благодати, через веру, и при этом нас, знаете, иногда есть два экстрима таких, христианских, одни кричат, ой, исцеления были даны во времена апостола, апостолов нет, и исцеления теперь нет, эти люди чаще всего, знаете, что они делают, когда вот не говорят такой, что исцеления нет, они говорят, ты занимайся спортом, ешь правильную еду, держись кешрута, и все будет хорошо, знаете, как я называю это, спасение по делам, будешь спортом заниматься, и здоровеньким умрешь, да? Ну, конечно, нельзя пренебрегать тем, что нужно заниматься своим храмом, но не просто спортом, не от спорта приходит исцеление, и не от спорта приходит избавление, но я скажу, он приходит от Бога по благодати, по благодати, это, знаете, по незаслуженному, мы ничего не заслужили, по благодати Бог являет свою милость, еще есть другой такой экстрим, сильный экстрим, это вера, вера, вот встречались с такими людьми, что у тебя болит, вот голова, начиная, возложил руки, и начинает молиться, и, ну что, прошла голова, нет, у тебя веры мало, верь, Бог хочет тебе сказать, мало веры, еще молиться, прошла, нет, не прошла, какие грехи, давай исповедуем грехи, вот, то есть, у людей другой экстрим есть, я хочу обратиться к этим людям очень просто, знаете, я думаю, что это ваше эго зацепило, что вы молитесь, и по вашей молитве человек не исцеляется, то я скажу честно, не у них не хватает веры, а у вас ее нету, если вы сказали, давай помолюсь, чтобы исцеление пришло, то у тебя, наверное, не хватает веры, а у тех людей, наверное, хватает, может, они подошли к тебе, помолись, понимаете, о чем я говорю, есть крайность, мы исцемляемся не потому, что мы имеем достаточно веры, или все сделаем необходимое, как должно, вот, очищение, почистили, все, как бы, все грехи исповедовали, все получите исцеление, мы исцеляемся в благодати через веру, на него, возложите на меня, на него, это произошло, знаете, история расслабленного, помните, Луки 5, глава 25 стих, что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи, мы с вами кричим Богу, почему, как, как это могло получиться, но случаешься, Бог говорит, очень правильные слова через Иешуа, что легче Богу, сказать, прощаются тебе грехи, или же встань и ходи, как вы думаете, что легче, и то, и другое легко, но они связаны между собой, я хочу ободрить вас в одной неоспоримой истины, если вы научитесь принимать и верить в прощение ваших грехов, просто, если вы научитесь принимать то, что вы исповедовали свой грех, вы сказали, что, Боже, прости меня, и принять, что он тебя простил, тогда вы сможете получить свое исцеление, и так же само, знаете, после инфаркта, я просто понял, что делами не смог бы получить свое исцеление, я спотом занимался, пытался нормально кушать, то есть, понятно, как, да, так, чтобы, как упитанные, ну, я не знаю, под каким тельцом, да, упитанные, так вот, все, хорошей пищей питаются, да, и я понял, что ничего-то не помогло мне, и фарт все равно постучался, я живу по благодати, услышите меня, даже сейчас, после уже инфаркта, мы там, что-то делаешь, ты чувствуешься, где-то задышка пошла, какая-то такая, я понимаю, что где-то такое не очень хорошо, это так, где-то что-то делаешь, я каждые полгода ложусь в больницу, потому что, что-то мне заболело, там что-то, и меня доктора посмотрели, говорят, у вас все нормально, и я понимаю, что я живу по благодати, я принимаю это, что я живу по благодати, даже когда есть какая-то боль, я понимаю, что я должен это пройти, положить на Бога, как я принял свое прощение, так же должен принять это исцеление, и я знаю, что Бог сверхъестественно, Он делает чудеса и знамения, но так же я должен понимать, что я должен принимать это исцеление, Бог меня учит, что если я могу принять прощение по благодати, то вешуа я принимаю и мое исцеление, Он понес все мои грехи, Он понес мое прошлое, Он понес и мое настоящее, Он понесет и мое будущее, в нем есть полнота, благослови душа моя Господа и не забывай все благодеяние Его. Это и есть благое, благодеяние, когда Он открыт к нам. Если вы можете сказать, что вы прощены, тогда вы сможете сказать, что вы из здоровья. Сможете. Когда меня спрашивают, как дела? Я говорю, слава Богу, здоров. Мне спрашивают, как твое сердце? Я говорю, пока еще есть. Вы не слышите, ааа, так плохо, я уже, ужас, какой-то кошмар. Когда мы позитивны к тому, что Бог уже совершил, и чтобы не произошло со мной, я всегда Его. Вы понимаете, о чем говорю? Но мы должны позитивно смотреть на ту ситуацию, которая у нас сложилась. Даже когда вас не хватает немножко уже воздуха поднимаясь по лестнице, лучше остановиться. Слава Богу! Я, как раз, за маму хочу помолиться, потому что она хотела на собрание прийти, а потом при выходе, когда мой постучался к ней, она и два, как я проснулась, полпятого, между-то так плохо, температура поднялась, мне так тяжело, и думаю, что у меня сердце, как будто инфаркт. Я говорю, мама, слава Богу, что-то здорово, она еле переборолась, но слава Богу, я помолюсь за нее, за тех, кто нуждается сегодня. Когда, я говорю, меня спрашивают, я здоров? Я здоров. И скажу так, здоровье не зависит от формы твоей, спортивной, или как ты хорошо питаешься, от кашрута. Здоровье – это дар Божий, как и спасение. Это дар, как и спасение. Я в это хочу, чтобы у нас это было. И чаще мы должны молиться об исцелении. Мы должны молиться, даже больше скажу так, о Божьем здоровье. Я хочу, чтобы вы поняли, мы очень часто молимся уже постфактумом, уже что-то случилось. А надо молиться, наверное, Господи, спасибо за здоровье. Спасибо, что я проснулся. Спасибо, что оно у меня есть. Ты взял на себя все мои трудности, все мои переживания. Я возлагаю, я принимаю это во благодати и благодарить его за то, что уже есть. Конечно, мы должны будем молиться, когда совсем что-то очень плохо. Но если мы станем благодарными, тогда я скажу так, спорт только подтверждает, что мы здоровы. Понимаете, не надо заниматься спортом, когда уже больны. Спорт подтверждает, что мы стоим в божественном здоровье. Да, иногда не все можно поднимать. Некоторые, когда пошли инфаркт, разрешено поднимать 5 килограмм максимум или там 2 килограмма. И я вам скажу честно еще одну вещь. Чем старше я становлюсь, тем меньше нужно поднимать. Знаете, почему? Потому что ты больше не можешь поднять. И не надо быть, как вот расправят крылья, как орлы, как обновляется моя молодость и все остальное. И тут 100 килограмм, а тут раз и не надо. Нужно тоже иметь, немножко как моя теща любимая говорит, ха в голове. То есть крестик поставь себе. Не нужно поднимать тяжелого. Если тебе уже под 80 лет. Я хочу сегодня на самом деле помолиться за исцеление. Как бы юмор юмором, но для нас нужно исцеление. Для нас как никому другому необходимо это прикосновение от Бога. Особенно верующим людям. Вот атмосфера его присутствия, когда ты говоришь, Господи, все тебе отдаю. Эту ситуацию, эту болезнь, это может быть препятствие, эту зависимость, я отдаю тебе по благодати, через веру. Ты дал эту благодать. Бог явил свою благодать в Ишово Мессии. И вот на Него уповаем. На Него мы надеемся. И благодать. Не отдел, которым можем хвалиться. Не как сильно мы молимся, громко, или что мы сделали. А вот в его присутствии, когда ты понимаешь, Бог это может сделать, приходит это откровение, это Он. И сейчас Бог будет исцелять людей. Не потому что у меня есть вера, у какого соседа есть вера, а потому что у вас есть то открытое небо, и благодать Божия излилась в наши сердца Духом Святым. Духом Святым. Вот удивительно, поэтому у нас Шаваот есть, это надежда, Духа Святого приходит и делает свою работу. Любовь эта, она удивительная. Петр и Иоанн шли красивым воротом, увидели человека, который просит подать. Он говорит, ну золота нет у нас. Дали бы, если бы оно было бы, поверьте, они бы дали бы, потому что добрые дела же, правда, но нету. Но что есть, то даем. Ходи. Вот на что же можем дать? Ходи. По благодати. Что нужно было пережить тому хромому человеку? Что-то такое, я не знаю, честно, но он поверил им. Сияние у них было, или же простота их не было, я не знаю, но он встал. В других местах, когда вот вложили больных, и тень Петра, тень Петра пересекалась с людьми, и они получали свободу. Настолько они верили, что Бог был с апостолами. Просто он не говорил, тачь, все зависит от нас. Благодатью вы спасены. Давайте мы ставим наши ноги. И во время поклонения вспомните эти два положения. он прощает все мои беззакония и исцеляет меня. О, Господь, поднимай я к Тебе наши руки. Перед нашим шабоотом, перед Пятидесятницей, нам не нужно ждать дня, нам не нужно ждать дня, чтобы пережить Пятидесятницу. Вот только что пришла мысль, извините, что я так перебиваю вас. Если приносили сноп пшеничный, да, а молитва есть, хлеб наш насущный дай нам на каждый день. Дай нам этот шабоот каждый день. Подай его к нам каждый день переживать исцеление, переживать прощение, так же самое легко. И я молюсь, чтобы это откровение пришло каждому верующему человеку, чтобы мы могли делиться хлебом вести добрые. великинг. 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 Субтитры создавал DimaTorzok